Перед нами Борисович Боднар, самый выдающийся садовод в Сибири и один из лучших садоводов в России. С меня собеседник очень плохой. Вот пусть все слушают, что с тебя собеседник плохой. Ну что рассказываете? Желтая драгана. Знаю. У меня желтая драгана и черная приусадебная, самые выносливые черешни. Пожалуйста, все заделано, все как положено по науке. Так, с твоих слов 30 лет назад ты сказал, что она самая морозостойкая из твоих черешей. 60 сантиметров длина. Ты говорил, что они самые морозостойкие. Вот я и нарезал их. Я же тебя, меня перебил. Нынче черешня дала понять, что зима будет суровая. Лист облетел уже неделю тому. Еще и раньше. То есть вызрела почка, а дерево чувствует наступление холодового. И интенсивного, то что мы созревает. И в этом году черешня сбросила это. А сбросила лист, значит почка вызрела. 100%. Вот тоже желтая. Тоже желтая. А тут с другой. Вот июньская, ранняя. Я сам не ожидал, что это столько, эти, этой, этой. А черенков дала много? Супер. Так и называется супер? Нет, называется ленинградская черная. А, угощал ты меня. Это твоя заявка выполнена. А это я себе нарезал. Хочешь, бери. Хочешь, не бери. Здрасте, что значит хочешь, бери. Во-первых, я все это беру на продажу. У меня для себя, для себя у меня свои нарезаны. Я тебе объясняю. Вот это твоя заявка. Так. 50 штук. Так. Вот. А это 20 я себе нарезал. Но. Как ты умудрился нарезать такие толстые? Ведь ты же прививаешь и сразу видел меня. Прививаешь весной, а осенью ягоды собираешь. Да я вижу. Но тут есть совсем толстые уже. Но я такие не умею прививать, признаюсь. Хорошая почка, видишь. А, но если только кто-то почкой прививать будет. Июньская, ранняя. Желтая. И опять желтая драгана. Что ты можешь посоветовать тем, кому достанутся эти черенки? Пару советов практичных. Ну, если сейчас возьми, стандартная схема хранения. Как хранишь? Ну, вот сейчас я же показал как. Ну, как, как? Тряпочку показал, ну. Раз. Все. И вот так. Это песок. А там нельзя, то самое. Песок в погребе? Целиком засыпать в песок нельзя. Ну, в погребе песок. Да. Одна треть. Все понял. Вот. Это самое. А то у меня случай был тут, в черемушках. Ну, взял это самое целиком песок. Квизьет рука. Да. Спасибо за интервью. Спасибо за черенки. Теперь я скажу. Вот. Я надеюсь, что они разойдутся по всей России. Ты когда начал это самое, о черенках черешни, я так массово не заготавливал раз. А во-вторых, это самое, я не ожидал, что она лист скинет. Черешни, где лист скинула. Задавал вопрос о то самое нерановатом. Дело в том, что я по своими подневникам посмотрел. Сейчас пойдут. Пороша пойдет, мокрый снег пойдет. Все. Во-первых, резать руки холодно. Холодно. А во-вторых, это те годы, некоторые сорта лист сдержали. Лист сдержали. А в этом году все скинули. Морозов боятся. Я надеюсь, благодарных покупателей черенков, будущих владельцев, выражаю вам благодарность за ваш титанический труд. Последний вопрос. Сколько лет вы занимались черешней? Ну, 72-го года. Без малого, 48 лет. В 78-м году у меня первые плоды были. А, тогда получается все полвека, короче. Ну все, я прощаюсь с нашими зрителями. Уже как блогер заставляет меня это работать тоже. 70 лет, а мне не дают отдохнуть. До свидания, друзья. Еще раз гляньте на это чудо. Я надеюсь, когда-то это чудо. Много клонов новых появилось. Вот. Вплоть до того, что это чернявка я показывал. А-а-а. У меня получается масса плода от 12 грамм, 12 грамм масса плода, и до 2 грамм 1,7. Так, тогда что получается? Получается, Иосиф, вы лидеры по всей России, включая профессионалов, включая НИИ, научно-исследовательские институты, обошли. Давайте я вас поздравлю от всех, от наших друзей. Вот. Всех, кто верит в чудеса. До свидания, друзья. До свидания.